Вы долго этого ждали? Вы много этого просили, так что получайте. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут джентльмен. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут джентльмен. Хеллоу, мэн, с вами джентльмен. Все готовы? Are you ready? Are you starting? Are you getting? Are you... Hello, мэн, мэй нэйм из... Ну, вы знаете, джентльмен. У вас же по-любому было такое чувство, чувство ностальгии. Вы вспоминаете, что вы делали раньше, чем увлекались, и всегда смотрите на это через призму радости. Эх, как же раньше было хорошо, вернуть бы то время. Но по-любому, было же такое у вас, это было у каждого. Так вот, меня тоже наклынуло чувство ностальгии, и я решил посмотреть свои самые старые стримы. Но это не просто какие-то стримы, где я там играл, что-то такое, всякая неинтересная хуйня. Тогда, дорогие друзья, я был комментатором. Вы перед собой сейчас видите, наверное, самый мой первый стрим на этом канале. Я тогда комментировал матч двух команд. В киберспортивных, на то время, Стрит-8 и Дезор Глори были топ-1 и топ-2. А, кстати, знакомые названия команд, да? Они существуют и сейчас, и вы их можете видеть на турнирах. Правда, лидеры у данных команд уже по сотне раз сменились, и часто мне не хватает тех ребят, которые создали данные команды. Но я рад хотя бы за то, что они не рипнулись, как многие, и сохранились, и до сих пор играют, и что-то они показывают, и это круто. Но в сердечке у меня именно те лидеры, которые создали эти команды. В общем, сегодня мы будем смотреть старые демки из 2000, а даже во я вам скажу, 15 июня 2018 года. Вы представьте себе, как это было давно. Это почти 5 лет назад. О, боже мой, блин, ностальгия просто пробирает изнутри, реально. Сегодня мы посмотрим на то, как команды играли на старых картах. Старых их сейчас вообще нет. Какой игра была до этого? Какой стенд-офф была 5 лет назад? И как играли игроки, команды? Я вам буду рассказывать всякие истории из прошлого и так далее. Я надеюсь, короче, вам понравится данный видеоролик, ребят. Поэтому присаживайтесь, берите печеньки, чай, и погнали смотреть эту демку. Ну, лобби, как всегда, вылетело. Как это вам, бомжата? Шур, зайду, взяли в долг, он же рад. Это старый я, ребята. Вы слышите мой голос? Он, блядь, даже не прорезался. Вы посмотрите на эту менюшку. Ассистанс медали, оригин коллекшн. Меню загрузки. Ну, от фокуса я ожидала, но вот Дерни мне было очень... Блин, что я с голосом вообще? Вы посмотрите на эту карту. Зона 9, это не та зона, которую вы привыкли видеть сейчас. Это совершенно другая. Ну, прям не совершенно, но она в два раза меньше. Она выглядит по-другому. И сейчас мы увидим, как на ней играли команды, и как она выглядела. И как обычно, ребят, команды играли 4 на 4, потому что не было наблюдателей. И комментатору приходилось переходить из команды в команду, когда начинался раунд, дабы следить за происходящим и стримить, и комментировать это все дело. Ну все, начинай матч, ребят. Ну все, хули, начинай матч. Тема, но самый конченный клан Тим Рок. Тим Рок. Блядь, посмотрите на эту менюшку, ребята, как раньше выглядело, когда тебя убивали. Вот, вот так вот, ребята. Тогда вообще, кстати, ни у кого еще скинов не было. Все были бомжами, потому что особо как бы и скинов в игре, конечно, не было. И рынка не было. И можно было только открывать кейсы. И, в принципе, как будто ничего не поменялось. Ну ладно, ладно, смотрим дальше. Ладно, сейчас мне об этом, я выключаю чаты. 21 зритель какого-то фига, когда начался матч, онлайн ушел. Какого хода, реально? Кстати, смотрим за игрой, да, давайте. Я хотел бы, кстати, еще пробежаться по составам, ребят. За команду Док играл Спайзи, Вайс, Тащу за еду и С5. Спайзи, ребят, вот, если вы его не знаете, даже не смейте называть себя Олдом. Это просто, чтобы вы понимали, на тот момент это был, наверное, ну, топ-1 игрок. Вайс тоже легенда, пиздец. Помню его, он пиздат реально отыграл. По-моему, тоже у него был iPad. Вот, и он тоже, кстати, был Saints. Я помню. Он тоже был Saints, но тоже, что-то потом ушел с игры, не знаю как. Но парень, ты легенда. А теперь давайте пробежимся по составу Street 8. Это Лекра Маркс Азбис. И вы спросите меня, а кто такой Стропон 8 Unskill? Это Спиди Террор. Да, это Спиди Террор. Я сейчас не шучу. Серьезно, Спиди Террор тогда ебашил. Что у него было? Я даже не знаю, как у него устройство. Но я помню, у него iPad'иков много было. Одно мне непонятно. Почему-то его тогда все называли Дэн. У меня даже есть с ним переписка. 2018 год, 20 июля. Дэн, блядь, ты играть в 20.00 можешь? Мы хотим с вами 1х4 скатать. Но почему-то сейчас он записан как Владислав. Что от нас скрывает Спиди Террор? Ладно, не суть. Маркс, если что, это создатель команды Стрит 8. Легендарный парень. Легендарный капитан, который играл на, по-моему, айфоне SE. С четырьмя дюймами экрана. Прикиньте, я, блядь, на айфоне 7 играл. 4.7, это уже пиздец. Четыре дюйма. И он был одним из лучших. Легра. Это тоже незабавно. Он списил, конечно, никнейм типа из Кэски, по-моему, да? Из Фнатик. Там, кто знает, кто-то знает. Но тоже, легендарный парень. И Азбис, блядь. Заспойлерю немного, что будет творить Азбис в этом матче. Это пиздец. Ладно, давайте просто продолжим смотреть. Да, выключай нахуй чат, братик. Действительно, схуяли, блядь. Нихуя себе. Мне кажется, на то время 21 зритель. Это ебать как заебись. Так, ладно, смотрим. Ебать. Блядь, вы видите эту зону? Серьезно, вы видите эти модельки? Блядь, как это интересно. Посмотрите на эту зону. Там нет прохода на банан. Только был проход в склад. Посмотрите на Б-плэн. Какой он широкий, блядь. Он, в принципе, вроде как не изменился. Но все равно он очень широкий. Вы видите, там есть проход на девятке. А сейчас он заставлен, блядь. На нахуй, по ипалу. Хорош спиди террор. Унизил этого лоха, блядь. Пиздец, реально. Там стена, там нет дуги. Просто какая была раньше зона. И, кстати, раньше на зоне все рашли только А-плэнт. Но почему-то они решили пойти на пистолетки на Б. Хотя это суицид. Потому что там один проход, блядь. Там на Б никак не зайти. Только через компы, я хуй знаю. Лаки Шоттер, Спайди, что за сервер. Бля, вот люблю это время. Тогда все в чат еще писали всякую хню. Так. Спайди в ангаре. Ой, блядь. Что по спрею, нахуй, Спайди? Петух, блядь, на втором раунде. Та чё за еду? Вайс, блядь. Ну а размен от Маркса, блядь. На четырех дюймах парень и башет, блядь. Чё даёт? И убивай ты. И убивай ты. Где суть? Ой, ебать, блядь. Вы видите, какая карта была маленькая? Это пиздец. Вы посмотрите на этот. А, Плэнд. Это же просто. Тут стоял какой-то эскалатор, блядь. Ебать, вот это спотик. Ребят, запоминаем фишечку, блядь. Нахуй фишки, которые спалили на турнирах стендов 2. Запоминаем. Опа чё. На нахуй по ебалу, блядь. Этот парень с айпада играл. Он умел ставить по ебальнику, блядь. На нахуй, С5, блядь, легенда. Забрал Маркса, блядь. Две легенды? Что за, сука, легендарный матч, парни? Я не знаю, меня реально пробирает ностальгии. Блядь, это пиздец. Это разъёб, это просто, блядь. Парни, это не то, что вам, блядь. Сейчас ваш стендов, нахуй, с читерами ебучими. Блядь, вот это, нахуй, легендарный стендов. Вот этот стендов, в который мы играли, блядь. Не ради бабла, не ради ютуба, блядь. А ради того, что просто потому, что нам нравилась игра, блядь. Так, пацаны пикают девятку, пикают компы, блядь. Это всегда тоже делали КТшники, блядь. Вообще, на зоне КТ сторона была доминирующей пиздец. Знаете, это как, блядь, КТ сторона на провинции сейчас. На нахуй поебалу. Блядь, тогда реально карты пиздец здесь балансные были. Выиграть было за Т на зоне, блядь, почти невозможно. Пять раундов, если ты на зоне за Т заберешь, ты гений играет. Ты, блядь, бог, что ты, блядь, вообще сотворил. Серьёзно, блядь, все игры заканчивались на зоне, там, за счётом. Хуй знает, 8-2, 8-3, блядь. Но это максимум, серьёзно, блядь. Настолько карта была дисбалансная, и настолько КТшники ебали Тшников. Так, спайзи тут пропушил ангар, понял, что... Кстати, вот эта ебаная хуйня простреливалась, жёлтая, видите? И она простреливалась. Так, С5 на Бплунту, на нахуй, Лекра, Маркс, сосать, блядь. Лекра, блядь? Отсосали нахуй, блядь, Дезер Глория. Сопаки взяли в ротик, найс, хорошо. Стриты, блядь, вперёд, нахуй, блядь. Это мои ребята, нахуй. Я играл за стритов, блядь, ребята. Было время, я реально ебашил за стрит 8, блядь. Там был Маркс, там был, блядь, даже Пронис в какой-то момент. Блядь, пиздец, мы реально тогда лутали Турики. Потом, конечно, я ливнул, клан распался, я там Сейнс вернулся и так далее. Ну, реборнул, да. Блядь, вы видите, что за проход, блядь? И нет прохода на 9 вглубь. Вы, блядь, посмотрите на этот Бплайн. Вроде бы, блядь, он поменялся, но не так как бы критично. Но всё-таки, блядь, заметное отличие. Наконец-то, блядь, вы бомбу поставили, ебланы. Блядь, пиздец, на самом деле, в то время игроки так хуёво играли. Ну, в принципе, можно списать это на то, что они ебашили с телефонов. Можно списать это на то, что игра была говном. Ладно, шутка, дело не в этом. Но на самом деле, сложно было в то время играть. Это вам не сейчас, блядь, киберспорт, пам-пам, нахуй. Там, чтобы выиграть, блядь, кого-то, надо, пиздец, запотеть, блядь. А всё было достаточно просто. Тогда можно было легко выбиться в киберспорт, если ты хоть более-менее что-то умеешь делать. Тимплея тогда не было, и все играли, блядь, без дискорда. Эээ, спиди террор пишет. Стена, ебать, не преграда. Когда... Когда что, блядь? Почему, сука, сообщение не написалось? На, нахуй! Видели этот взрыв, блядь? Знаете, как будто атомная война. Блядь, реально, просто команды переписывались по чату, нахуй. Были же реально такие ситуации, когда ты хотел написать, блядь. В команду чата написал вовсе и спалил свою тактику, блядь. На, нахуй! Спайди авик берёт! Оставшиеся игроки. Команда Стервольд... Оставшиеся. Я не могу, блядь, со своего голоса. Реально, я дыки, блядь, пиздяком тогда был. Ну, а хуй ли, блядь? Уже, блядь, ебашим в станок. Блядь, вы посмотрите, кстати, на лонг. Вот тут происходил главный файт, нахуй. На, поебало получили, ребята. И ты отлетает С5. Ну, а хуй ли спиди террор? Чё тут ещё делать в такой ситуации? ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ДЕН, ТЫ А, БЛЯДЬ! Владислав, ты на! Сука, тайминги любимые, блядь. Ну, Маркс Ван Лав, пиздец. Хороший был парень. Ну, и есть, я надеюсь, Маркс. Если ты смотришь это видео, братик, блядь. Ну, сука, возвращайся в станок, нахуй, заебё. И спиди террор, блядь, возвращайся в киберспорт, нахуй. Какой Ютуб, блядь? Алло, нахуй, просыпаемся. Так, спиди, авик, ага, вайс, С5, по 2 килла дали. Ебать, у меня тогда транса лагало, блядь. Я вообще, у меня был редми, ноут, блядь, 4, блядь, не знаю, что-то там. Я, блядь, еле как нахуй стримил, серьёзно, ебать. А, это же было ещё то время, когда все ебашили в прыжках просто, блядь, реально. Тогда прыжкоёбство было очень жёсткое. То есть ты прыгаешь, реально, у тебя пуля посередине летит ровно, как ты, блядь, целишься. Алло, С5, ёёбище, офни пинг. Нихуя, блядь, Дэн, ну ты это самое, чеченский турни-мейстер, творит чудеса. Что за хуйня в чате? Все, блядь, друг друга были, вообще, я себя поебать было. Это не вам, как сейчас, с дисциплином, блядь. Все друг друга уважают, блядь, да все хуй клали в то время на это, блядь. Ты, пидарас, бингом, да пошёл ты в пизду. Так, ладно, смотрим дальше. Уайс, есть килл, вот, короче, вот балкон, ребят, балкон. КТшники быстрее до ПК добегали, чем Тшники, это был вообще пиздец. Они могли простреливать, что хотели, делали, но это пиздец, вы посмотрите на эту игру, блядь, просто. Игроки рашут, нахуй, они, у них нет никакой тактики, они просто зашли, они играют без эскорда, они делали какую-то легендарную тачку, блядь, на Т-спавне, сука, вы только что ее могли заметить, сука, это легендарный фургончик, который стоял на Т-шке. Смотрим, если, конечно, это будет камбэ, то... Блядь, а будет ли камбэ, кстати, ребят, напишите в комментариях. На самом деле, это пиздец, очень интересная демка и... Лекра, уже опенфраг по Вайзу, хороший азбис, блядь, блядь, богиня, нахуй, данной игры. Блядь, Спайзи, какой нахуй... Блядь, Спайзи берет спас, ой, спас, Сэмку. И как, блядь, Лекра, ты долбоеб, куда ты? Как на таком расстоянии, блядь, Спайзи умудрился пять хитов, блядь, дать ему? Ну, пиздец, Спайзи, не, это бог, это топ-1, блядь, на то время. Кстати, вот как стреляли топ-1, блядь, в 2018 году, ребят. Возможно, если бы вы играли тогда в стенд-офф, вы бы стали тем самым топ-1. Но, к сожалению, вы не знали тогда об этой игре, возможно. Хуй знает, а стриты-то камбэчат, блядь, нихуя себе. Хорошо, что это не помешало затащить раунд команде Стер-8. Хотя, Спайзи еще может такое потащить, я думаю. Спайзи-то реально может, потому что парень не хухры-мухры, блядь. Блядь, посмотрите, тогда, видите, не было вот этого огромного прохода. Блядь, легендарная, нахуй, комната, блядь, которую закрыли. Тут, короче, лежала голда, и на мониторах была группа во ВКонтакте открыта стенд-офф 2 старая. Видите, там даже видна шапка вот эта старенькая, аксель-болтов. Блядь, почему эту комнату закрыли? И, возможно, именно поэтому данную позицию называют пока, потому что тут раньше, видите, компьютеры стояли, всякая хуня была. Да, неуважение отдали, как говорится, о старой игре. Голда тут лежала, блядь, это пиздец интересно на самом деле. Вы просто, вы можете поверить, что реально зона была раньше вот такой. Тут проход более глубже, сейчас он не такой глубокий. На, поебалу словил от спиди террора, сука, нехуй выёбываться. Дэн показал, Дэн наказал, Дэн унизил. Хоть и не пишет в нике, что он анскил, но он сделал это, сука. Ну, тупо, ребят, после матча... 5-4 я беру ак. Какой нахуй ак ты берёшь? А, типа, он сейчас возьмёт опять, блядь, дроповик, будет фаниться. Блядь, спаде на самом деле был тем челом, который постоянно фанился, нахуй, на играх. Им было похуй, он брал, чё хотел, блядь. Для него эта игра, это фан. На, нахуй, спайзи, блядь, реально. Нахуй брать АК-47, просто петушара влетаешь и ебёшь. Блядь, для него эти противники были просто, знаете, как сейчас для нас, блядь, это бронзы. Ебать, азвист, нихуя себе в антапик, нахуй, залить. Ну как, бёрстом. И вот, блядь, вот эта позиция, которую все обузили, блядь, вы видите? Все вот так вот раньше запрыгивали на оранжевые вот эти бочки. Кстати, сейчас они серые, блядь. Ещё вот эти локаторы были, видите, сзади. Вот Марк только что между ним прошёл. Вот на эти локаторы можно было бутиться раньше, и все делали часто этот буст. Блядь, Т-спавн, просто не узнать, я ебал. Так, спиди террор, хорошо, есть фраг. Маркс, блядь, отсосёт сейчас, наверное. Нет, блядь, дал килл по спайзи, нахуй. Вы, ребята, куда фидики, блядь, спайзи? Нахуй, блядь, закрыто, ёпта. Просто, я хуй знаю, на зоне все тогда рашили. Коттшники вообще не стояли, они просто пушили, блядь, мейн, пушили, блядь, ПК, и всё, им было поебать, блядь. На, нахуй, блядь, вайз, а тащит глач 1-2? Так, пиди террор или вайз? Да, вот эта стена, вот, если что, вот полностью, короче, вот эта стена, она вшивалась, блядь. Я не знаю, как разрабы это сделали, блядь, но эта стена вся вшивалась, и все просили это пофиксить, потому что это был дисбаланс. И, слава богу, они потом это пофиксили, но было уже поздно, и они потом удалили карту. Дэн, возьми этот петух, прошу тебя, чувак, возьми этот петух. Да, возьми этот петух, блядь, покажи, нахуй, Дэнчик. Блядь, я хуй реально знает, почему мы тогда называли его Дэном. Я хуй знает, может, сейчас спиди террор выдает себя за другого человека, блядь, но я хуй, я с ним так давно не общался, на самом деле. А вот были времена, были времена, что прошло не смоешь. Блядь, блядь, вот это пофиксирует, я так понимаю, на самом деле, ну а нахуй поебало, вот это аимчик от Вайза, ебать переводочка, но он, походу, тоже с айпада ебаш. Блядь, не, легендарная зона, Маркс, офф, пинг или беру калаш, минус ноль, въебало, скачок был, бывает. Блядь, слушайте, а спиди реально просто берет петух и специально фанится, и угрожает соперникам, блядь, в чате, что сейчас возьмет калаш и выебит их. Ну это просто нонсенс какой-то, блядь, я не знаю, что тогда было у спайзи в голове, но это реально угарная хуйня. Он умирает от спайзи, который берет рофла девайсы, лошадь. Реально, рофла девайсы, и даже я это, блядь, подметил. Ладно, давайте посмотрим за командой дуб, потому что мы тут раунд за них не смотрели, только в конце... Так, спайзи снова берет петух, ему похуй, у него 6,150, блядь, он вместо того, чтобы взять калаш, блядь, берет... А, кстати, ну да, калаш тогда был и за КТ-сторону. В общем, да, вот все пушили, а ты, долбоёб, ты не увидел? Вот тащу за еду, я хуй знает, кто это, его просто на хелпу как будто взяли. То есть вот это три легенды, С5, Вайсбаде, а вот этот тащу за еду, блядь, это какой-то хуй знает, кто, короче, был. Так, а почему-то вышел спиздизерор и подключился у меня, у меня ебать информация, кстати. Блядь, прикиньте, реально, вы играете, блядь, и параллельно в чате даете информацию, это же вообще пиздец. На нахуй, просто поебал. А тогда, кстати, почему ребята не играли с Дискордом? Да потому что iOS, там iPhone, iPad, они глушили звуки Дискорда. Точнее, Дискорд глушил звуки игры, и из-за этого все играли без Дискорда, чтобы лучше слушать звуки игры. Семь-три, блядь, парни! И вы думаете, почему я взял эту темпу? Даже будет камбэк, думаете? Уже опенфраг по Лекро. Так, и Азбис, смотрим, что он тут сделает. Ага, его уже двое, типа, пикают, сейчас, блядь, по коробке, по оранжевой, блядь, пикнут, я прям чую нахуй. Давай, хорошо, блядь, Спиди, даблкил нахуй, открыл от сайт, блядь, хули ты стоишь, бомбер ебаный, так возвращайся через Т-РС, беги на, блядь. Хули выдел, ладно, сейчас Падди обойдет, Финну заберет, долбоеб. Что? Как не убили Спиди Террора? Как он успел уйти вообще, это пиздец, блядь, Кабар, легендарный нож, сука, у него. Кстати, и тогда прицелы нельзя было менять, и у всех были вот такие прицелы, либо точка, на нахуй, по ебалу, блядь, Спиди Террор сейчас вытащил раунд, блядь, на самом деле Спиди Террор тоже одним из лучших игроков на тот момент был, прям пиздец охуевшим, тоже тянул на тупо один. Просто он редко играл, Спиди Террор тогда, не знаю, чем он занимался, но Дэн лучше, я за Т всегда сосу. Видите, его все Дэном называли, я хуй знаю, блядь, почему сейчас его имя Владислав. Или, блядь, может быть Дэн это сокращение к имени Владислав, можете, блядь, не знаю, короче, хуй знаю, ладно, ага, блядь, Спиди опять взял ВП, нахуй он фанится, блядь, серьезно, у него, блядь, команда еще не... А у них два Авика, блядь, в команде, пиздец, им вообще похую, блядь, они просто рашут колено до Хаммера, блядь, да, в прыжке, сейчас ВАЗ будет пытаться поставить... Короче, вот что делали КТ всегда, двое рашили мейн до Хаммера, и двое рашили ПК и занимали вот эти бочки, все, блядь, тебя не законтрит, нахуй, ты выиграешь в любом случае. Спиди взял АВК, стал на БПЛЕНД и в пиксель, блин, неплохая тактика. Так, хорошо, Спиди подпушивает склад, чекает лестницу, нихуя не может попасть. АВМ Феникс, блин, легендарный ган. Кибербезумие на GG. Тебя ждут киберкейсы от 19 рублей, доставай из них токены, бери пушку и убей GG-трона. Лутай кредиты оружейные за каждый депчик и обменивай их на топовые скины. А также вступай в братство хакеров, выполняй квесты и сражайся за лям голды. От меня лови жирнейший промо, который подарит тебе... А, плюс 35% к зачислению, Б, плюс 1 спин на барабанную и самое сладкое это С, бесплатный кейс Ребекка. Забирай бонусы и врывайся за лютым дропом на GG-ку, ссылка и промики есть в закрепе. Ну, блядь, Спадзи, чё за мешоты, блядь, и ты говоришь, что топ-1? Так, тут тащу за еду, блядь, за этими своими бочками. Пиздец, все реально обузили эти позиции, это так было бесяче, нахуй. На, нахуй, поебалу, блядь, словил от Лекра Вайзик, блядь. На, нахуй, и ты, блядь, словил Спадзи, блядь. Нахуй АВИК свой, блядь, хорошо, блядь. Ой-ой-ой, С5, блядь, С5, дабл фраг, Лекрад. Ну, а тут спиди террора на размене, но на, нахуй. Вы видели, блядь, как он прострелил, вообще похую, блядь, на стены, блядь. Стены, вообще, можно сказать, раньше не было, нахуй. Каждая стена, её можно прострелить. Игра была пиздец картонная. Тупо ТП и минус ебало, а РУ хит был. Бля, вообще пиздец, как ребята раньше общались, это такая интересная темка. Блядь, Лекрад сосё 4-12, пиздец. Так, да, топ-1 команда СНГ, потому что ДОК тогда были топ-1, видимо. Да, и неспроста, блядь, ведь они реально выигрывали всех, а стриты, наверное, были тогда топ-2. Но после этого матча, ладно, всё, не буду спойлерить. И даже я сейчас говорю про то, что 5 раундов взять на зоне за Т, это уже пиздец, типа, достижение. Так, ага, ну, блядь, я нихуя знаю, что у Лекра поиму, блядь, ему надо нахуй долеть эту... А, он это уже сделал. Так, ладно, смотрим, они заняли длину, у них пачка, и чё, блядь, вы стоите? Они боятся просто проходить, потому что если они дальше пройдут, их просто, блядь, вщут нахуй. На нахуй, Спайзи дал фраг, наконец-таки реализовал. А, вообще поебать, реально, он не берёт калаш. Асбис, молодец, Асбис, 1 в 3, можно сказать, 1 в 4, блядь. Убили ДН, так, Асбис, ещё один фраг, блядь. Сможет ли, нахуй, взять клаш, интересно? Асбис, блядь, что? О, даже я в ахуй, блядь, когда комментировал, что он, блядь, поставил, реально, что это за флик? С5, ты уже заебался своим, чё-то там, Офни. Ой, блядь, чё творит? Маркс даже, блядь, в чатике поддерживает своих. А тогда, кстати, по-моему, были видны сообщения мёртвых или нет, не помню. 85, ох, ебать, 80. Так, смотрим, спайзер, ребята, 18 хп, АВП. Или Асбис, как вы думаете, кто выиграет? Топ-1 игрок или новая легенда Асбис? Ну, уже старая. Неплохо, неплохо. Блядь, давай, Аплен, бачка стоит. Так, он прыгает, прочекивает, нихуя вроде не видит. Так, 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 он теряется, не понимает, что, что, как, слышит, не слышит. Так, заметил вроде бы. Ебать, спотик. Давай, я тебя верю. Прочекивает. Ты должен. Верно всё говорю. Так, давай, брат. На! Что, блядь? Не успеет. Не успеет. На, нахуй! Зорвался, блядь, долбоёб. Нахуй ты с уаевик берёшь и руинишь. Еблан, блядь. Кросс, Антоха. Сука, Антон, молодец, блядь. Кросс, сука, 1 в 4, можно сказать, взял. Просто, вот прикиньте, реально, счёт уже матч-поинт у соперников, блядь. И у тебя, ну, 1 в 3, считай, 1 в 4. Ебать это нервы, даже на то время, блядь. И он реально берёт, ебать же, это эмоции. Жаль, я их не выдал, блядь. У меня мама спала. Так, ага, спади всё-таки взял калашик. И почему-то, так, они зарашили колено. Они поняли, что это не А. Спади, блядь, стоит АФК просто. Так, вот эту хуйню они обузят, вшивают, ага. На нахуй, спите террор, блядь. Open frack в данном раунде. Bad plan занят. Куда мы лезем, блядь. Спади, нехуй было АФК стоять, блядь. Давай, калаш взял, покажи. Лекарь, люркером сыграл. Ебать, этого не ожидал, тащу за еду. Хорошо, блядь. Ебать, всё-таки, блядь, пиздатый проходик был раньше. Вон там. Так, ага, всё чекают. Ага, спади, блядь, просто стал АФК, нахуй. У него, блядь, ситуация в 2 в 4, блядь, надо ретекать. Он просто, блядь, стал АФК, нахуй, пока, блядь. На чате 7-6 его убили. Вайза, вообще, похуй, его тиммейты только что ёмнули. Он даже, блядь, видимо, без ушей играет, нахуй, нихуя не понимает. С5 пишет в чате. Ладно, заканчиваем, блядь. Ну, слушайте. Реально, счёт 7-7. Вовремя, блядь, подхватились, нахуй. И смогут ли стрит 8 дать такой жёсткий камбэк со счёта 7-3? Если это забирают стрит 8, то просто это будет нереальный камбэк. Это будет пиздец, ебанутый камбэк, да? Так, смотрим. Азбис, Маркс, Лекра, снова люркер. У них была одна тактика, трое идут. Да, блядь, Спайди всё-таки взял калаш, всё-таки не встал АФК, блядь. Это уже игра без поддавков, нахуй. Так, Лекра, снова люркер. Ага, Азбис, хорошо, они заняли склад. И, в принципе, ну, пачку, пачку бы передробнуть, блядь, Марксу. Ага, Лекра всё-таки не стал люрчить, не стал пушить колено. Отходит к своим напарникам назад. Хорошо, смотрим, блядь. Пик на шифте, ты долбоём, блядь. Ну, конечно, тебя Спайди крышует, нахуй, просто. Блядь, что это было? Тащу за еду, ну, парень ёбнулся, блядь. Видимо, он уши перерезал перед игрой себе. Осуждаем нас в всякий случай. Ага, блядь, молодец, Азбис, сука, опять Азбис, блядь. Один в три, можно сказать, ведь Маркса убили, блядь. Теперь один-два. Блядь, девятнадцать хп, сука, парни. Как сколько он делает фраг по Вайзу? Один в один, блядь. Один в один, точнее. Ситуация, и, блин, Азбис, уже... Блин, ну что, у меня с голосом, нахуй, даже я дрожу. Дорожал в том моменте. И снова, снова Клач против С5. И он решает пойти на Аплен, как и в Клаче против Спайди. С7-7, Азбис, ЛО, КП. С5 думает, что это Б... АС5 реально думает, что это Б-Сай, блядь. С5, просыпаемся, нахуй, уже пачка на А стоит, блядь. Причём, издаты пинг, пацаны, тут опять чё-то спиди-серрора возмущается. Ладно, не суть. Азбис, один в один. Будем смотреть. Семь-семь. И он делает этот флак, сука, Азбис, блядь. Это камбэк стритов. Сука, красава, топ-1 хай. Они, кстати, играли, видимо, тогда за звание топ-1 кланов стенд-оффи. Ебать. Барень из Москвы, пинг-19, сука, Азбис, блядь. Напиши свой адрес, я к тебе в Москву прилечу. Ебать, старая загрузка, оригин коллекшн. Нихуя себе какой легендарный матч, парни. Это пиздец, блядь. Я больше кринжаю с моего голоса. Ну ладно, был, ну пиздеком. Ну а чё, уже тогда как бы пытался заработать на ютубчике. Блядь, короче, легендарная игра. Легендарная демка, блядь. Я надеюсь, вы те же эмоции получили, что и я, на самом деле. Это просто разъём. Но это ещё не всё. Давайте посмотрим ещё на одну карту, которую, дам подсказку, переделали целых три раза. Это карта провинции. Погнали ко второй демке. Ну что ж, друзья, это вторая демка, и будет она на карте провинция. И тут уже другие команды у нас, но не менее легендарные, блядь. Это Девил и Элит, сука, Снайперс, блядь. Если вы не знаете, что это за команда... Блядь, друзья, я вот хуй знаю тогда. Ну, блядь, вы не видели эту игру по-настоящему. Ну, серьёзно. Эта демка у нас, когда, получается, была? 22 августа 2018 года. Так, ладно, поехали. И вот эту поиск игры, загрузку, ребята. Пипец она легендарная, да? Сейчас же вообще всё по-другому. Провинция! Посмотрите на эту карту, дорогие зрители, уважаемые. Посмотрите, какая раньше была прова. Она чем-то похожа и на вторую часть провинции, и на первую. Но, в принципе, больше похожа она на вторую часть провинции. Просто на второй части провинции добавили вот тут проходик. Ну, вот прям тут большой проходик справа добавили. А вот новая провинция, которая у нас сейчас, там вообще много чего переработали, добавили. Ага. Ну, короче, вот такая первая провинция, ребята, была. И вы спросите, где спавнились кт-шники? Так вот, прям тут, ребята. Прям вот на середине, можно сказать, карты. Сейчас это у нас мид, а вот раньше на миду спавнились у нас, где коняшка легендарной была кт-шники. Ладно, всё, смотрим дальше. Итак, давайте пройдёмся по составам обеих команд. Elite Snipers, это Spidey, Misty, The New Game и S5. S5 и Spidey мы уже видели в предыдущем матче. Они играли за Desert Glory, но потом, короче, они все ревнули из Desert Glory и решили создать легендарную комоду Elite Snipers, которая стала в будущем топ-1. Да, это была топ-1 команда. И вы все сейчас смотрите на одного человека. Misty. Да, ребята, на тот момент это был, ну, топ-1, может, топ-2. Ну, вот со Spidey они делили, мне кажется, этот топ. Но, конечно, большинство считает именно Misty топ-1, но... Всё равно, Spidey в сердечке. The New Game это был их капитан. И... По-моему, он и создал, кстати, Elite Snipers, либо Spidey создал... Короче, не все, блядь, создали Elite Snipers, а с 5, блядь, это был тот самый состав, который нахуй вообще нельзя было победить. Серьёзно, это просто был разъёпанный состав. А за команду Devil, возможно, вы даже сейчас знаете, что это за команда, да? Играли такие игроки, как Forkis. Этот парень, Forkis, он, я помню, был в Сейн. Мы с ним разъёбывали, разъёбывали, и потом он ушёл, по-моему, в как раз-таки вот Devil. Блядь, это знаете, как ситуация с Яда, нахуй, мне напоминает чем-то. Пиздец, целевает от меня. В общем, легендарный пиздец игрок, он тоже играл на телефоне, на айфоне, либо на андроиде. В три пальца, кстати, да, я вспомнил, он играл в три пальца, нахуй, прикиньте. Ебать, киберспорт, блядь, приехали. N Dragon, N Dragon, блядь, парень, игравший с айпада. Я думаю, многие его знают, кстати, это легенда. Это пиздец легенда игры. Этот парень, который просто разъёбывал, уничтожал, убивал, нахуй, всех. Он тоже был в Сейнс, но потом он как-то ушёл из игры. Дерзик, Дерзик, это их капитан, это создатель команды Devil. Помню, мы с ним срались очень часто, и этот, кстати... Вот Дерзик, блядь, мне скилла, нахуй, напоминает. Пиздец, вот тоже постоянно брал АВП, тоже постоянно у меня с ним были срачи. И вот, блядь, серьёзно, вот если сравнить Devil и RGG, блядь, вот очень много схожести, нахуй. Ладно, блядь, не суть. И мафиозник, Алексей, забыл, блядь. Лёха, нахуй, ты нам не рассказывал, видимо, как из Смени Деррор, блядь, о своём прошлом. Раньше, блядь, оказывается, мафиозник тоже ебашил, блядь, на телефоне, видимо. На самом деле, мафиозник, это не тот Алексей, который у нас сейчас мафиозник, ютубер. Но не суть. Смотрим дальше. Лучше, потому что если хорошо отработать КТ, то это будет имба. Да, это будет действительно имба, потому что раньше, ну, как и сейчас, в принципе, КТ, страна была пиздец какой доминирующей на карте провинция. Да, и тогда не было пятки ММа, и они играли Best of 1, и там, блядь, если вот у тебя КТ, то ты выиграл, короче, этот матч. От этого всё зависело. Ладно, давайте посмотрим на игру. Блядь, вы видите балкончик его? Да, он и сейчас есть, но в второй версии, кстати, его закрыли, в третьей версии его опять открыли, но в первой версии он был вообще таким, таким просторным. О, йо-йо, легендарная провинция! Так, ладно, смотрим на игру. Дэвил, что вы делаете, блядь? Реально, что вы будете делать? 90 зрителей, ебать, а он майн растёт, блядь, не по годам, нахуй, а по часам, серьёзно. Кстати, я точку поставил уже прицел, не крестик, нормально, сменил. Так, а хули они на Т-спавне, блядь, стоят? Что это за тактика, нахуй? Просто подождать, пока запушат и убить? Ну да, ну, на самом деле, как и на зоне, за КТ на провинции, все просто рашли, всем было поебать. У нас тогда две карты в игре было, вы чё, блядь, хотели? Даже тогда Сэнстоуна не были, его потом только добавили. Реально, две карты, блядь. И обе карты были в преимуществе для КТ, на нахуй, убили Дерзика. Ой-ой-ой, легендарный Аплет, ребята, видите, какой он маленький, какой он такой милипистрический пиздец. Ой-ой-ой, блядь, легендарная провинция, тоже очень маленькая пиздец. Ну что за времена, а? Вы видите, это болото, блядь, легендарная хуйня, легендарная. Вы этот смайлик видели, да, этот смайлик? Ай, я не могу, я не могу, я не могу. Там ещё прохода не было, да, на второй провинции добавили там проход потом на КТ, и пиздец, уже рашут, блядь. Это ретейк, сука, 4 в 2, 2 через КТ, 2 через Слон, блядь, раз мне нахуй, что произошло, я в ахуе. Разъебали, разъебали, сделали ретейк, забрали первый раунд. Ладно, так, окей, дальше. А, кстати, вы видите, у меня аватарка Нубс, я так давно сыграл, ребят, ай-яй-яй, ресур, кто помнит, это был лидер клана Нубс, ну ладно, это уже я. Блядь, вот реально, если мне начинать говорить о 2018 году, киберспорте, игре Стендов 2, то, блядь, мой разговор затянется нахуй на час с видеоролика. Ебать, Мисти, чуть ли не оформил минус 3, блядь, но убил лишь одного на всех накосал, хорош, блядь, Мисти, хорош. Кстати, вы знали, что именно Мисти прозвал меня Гантелей? Как-то раз, короче, рассказываю вкратце, мы играли в УПЛ, да, даже тогда, ребята, собирались, и мы, типа, играли в ФПЛ. Вот, и мы тогда сиделись вместе в Дискорде, там еще кто-то был, может, даже Спайди. Вот, Мисти меня прозвал Гантелей, и с тех пор, почему-то, многие стали называть меня Гантелей даже по сей день. О, да, это Мисти, Мисти придумал, Мисти первый так начал меня называть. Так, хорошо, смотрю, ебать, Драгонглаз, блядь, на самом деле, я даже тогда о ноже мечтать не мог. А вот у Зенюгейма, ебать, ни хуя себе, уже Керамбит Без Драгонглаз, который, на секундочку, сейчас 3к голды, по-моему, стоит. Блядь, вот этот проходик, видите, где С5 сейд? Это пиздец, это че вообще за проходик, блядь, такой, че за на... Там же спрятаться можно было, блядь, ебалом вниз, и все, и сидеть. Драгон, блядь, хорошо, 1 в 2, блядь, как вы думаете, С5 вытащит? Ну а нахуй поебалу, получил мы, блядь, лёгко, ну куда мы смотрим, блядь, это пиздец. Блядь, серьёзно, он просто в машину нахуй смотрел, я понимаю, блядь, ты любишь тачки, но... Ебаный пиздец, блядь, Драгон, ну я такой хуйни от себя не ожидал, че, блядь, поеб... 1 в 2, С5, затащил, пиздец, на самом деле, игроки тогда играли как просто какие-то инвалиды, но я хуй знаю. Но, играли как играли, хули, хули жаловаться теперь. Так, ладно, смотрим дальше. Ага, нихуя себе, это раж банана, но тут уже, блядь, ебанутые тайминги в этой игре, пиздец. Вот реально, сколько секунд с начала раунда прошло, блядь? 5 секунд, всё, блядь, 5 секунд вам надо на старой провинции, чтобы встретиться, блядь, со своим оппонентом. Это пиздец, блядь, карты настолько были маленькие, что тут игры заканчивались, блядь, ну реально за 10 минут, нахуй. Так, ну я хуй знаю, блядь, тут просто, блядь, какая-то отмена, нахуй, поиму, Дэвил, прям пиздец. Пиздец, так, хорошо, так, так, что они ротируются на сайт, тут уже их, блядь, встречает челик на балконе, нихуя, блядь, какая легендарная карта, я не могу, не могу. Мафиозник, давай, блядь, Лёха, 1 в 3, нахуй, покажи, блядь, сука. Но что, блядь, Лёха, ты ебанулся? Ебануться, блядь, даже я, хуя, в тот момент. Ебал, это было жёстко. Блядь, ну после такого хайлайта, блядь, он обязан просто затащить, но он остался против Мисси, блядь, Мисси, ну, блядь, тут Мисси, это, сука, топ-1, 18-го года. Хуль тут он сделал, блядь, и вот этот смайлик слева, ну это просто... А, вы не видите? Вот этот смайлик слева, это просто пиздец, легендарная хуйня. Хорошо, Мисси не решает спрыгивать в квадрат, хотя обычно все так делали, но С5 у них играл квадрат, получается, Спати просто, блядь, выпрыгнул на балконе, сдох, за нью-гейм, блядь, рашит лестницу, погибает, блядь, С5, сиротируется на асай, думая, что это будет ас. Мисси, ебать, блядь, хорошая им это С5, блядь, нихуя, нихуя, он аундал кил, что по мафиознику, блядь, как так получилось? Мисси снова 1-2-1 осталось, блядь, Мисси батит, что ли? Хули он постоянно последний, ладно, и, кстати, ситуация похожа, снова пачка слита, блядь, снова чел на пленту, и снова Мисси где-то на балконе. Так, ну Форкис, блядь, трехпалый наш, давай, блядь, доказывай, нахуй, блядь, Мисси спрятал, блядь, грамотный, блядь, пиздец, Мисси был брейном. А Мисси потому что пришел, и С5 тоже, и Спадди, по-моему, они все пришли из игры Critical Ops, да, все раньше играли в Critical Ops, и когда стенд-офф вышла на ЙОД, все тогда перешли именно в стенд-офф. Так, окей, Форкис, Форкис, Форкис. Ебать, а Форкис тоже не пальцем делан, и у него есть брейн. Но прочитает ли Мисти его? Вот еще вопрос, у меня... Ебать, ты долбоеб? Что это, нахуй, был за муф, Форкис, блядь? Объясни мне, нахуй. Кстати, по-моему, Форкис даже до сих пор в игру играет, если я не ошибаюсь, хотя, блядь, я могу ошибаться. По-моему, где-то я ее увидел, блядь, недавно совсем, вот реально, была такая хуйня. Плохо стрим палишь, помойка, ебать, Мисси, еблан, да реально, блядь, Мисси, какой ты конченый, ебать, перепалки в чете, нихуя себе Санта-Барбар. Так, Мисти, ну Мисти игрок туннеля, спаде, блядь, просто на похую, наверное, на балконе, да? Он всегда играет балкон, за ньюгеймс, с5 рашет банан, блядь, опять, блядь, за ньюгеймс, зафидил, блядь, главный фидер команды был. Так, окей, блядь, счет тем временем у нас 4-0, блядь, 2 в 2, и что ты, блядь, Дэвил, нихуя не могут, блядь, Лех, ну ты хотя бы пока... Блядь, ебаный брат, куда ты прыгаешь, Форкис, блядь, как же Мисти унижает, блядь, Мисти, сука, это топ-1 2018-го, запомните его ник, ребят. Не хочется видеть разгром на третьей карте. Не хочется реально видеть разгром на третьей карте, блядь, Дэвил, вы соберетесь, нахуй, или нет? Блядь, кстати, еще столики раньше были, вот эти посередине, которые мешали проходить, пиздец, блядь, разрабы гений, чертежа, карты, ебать, а С5, он как, он вообще, блядь, просто сюда, С5, блядь, тут еще его тиммейт, спайди подлетел, спайди, минус 2, спину, С5, блядь, Мисти, ебать, что они просто сделали, они в сэндвич, блядь, зажали их, серьезно, нахуй, просто в бутерброд, блядь, знаете, поутру как будто. Ебанутся, блядь, ну реально, что творят, блядь, реально, ну топ-1, блядь, элит-снайперс, хули нет? Сто четыре зрителя, нихуя себе, актив растет, ребята, спасибо за то, что смотрите, ха, так, ну что-то, блядь, мне кажется, Дэвил уже в тильте, пиздец, вот реально, ну типа, они, они уже просто встали на респе, блядь, и ждут под пуши, серьезно, они так их боятся, они не понимают, блядь, как сделать килл, они не понимают даже, как один раунд забрать, это пиздец, ой, блядь, ну опять, я думал, это С5, спайди, запидел, ну все, блядь, 4 в 2, куда ты, блядь, сдох, пошел, блядь, Леха, ебаный пиздец, Леха, ну сука, тебе только скины, реально, блядь, покупай, с голду тратить, сука, ну какой киберспорт, мисте свой килл дал, и, блядь, уже вроде 4 в 2 ситуация была, блядь, а в итоге мы имеем 2 в 2, блядь, при том, что у Дерзика, блядь, лоу-эшпи, нахуй, он просто встал, блядь, за мусоркой и стоит, блядь, занял свою любимую позицию, блядь, на помойке, хорош, блядь, Стоит возле помойки? Даже я, блядь, подмесил. Это, если что, в прямом смысле. Блядь, пиздец, вот столько лет прошло, а юмор не поменялся, блядь, что это было, видели? Просто чел берет пачку, блядь, и в этот тайминг выходит вместе, ебать. А босренный тут не только тайминг, но и сам Дерзик, блядь. Ну все, Форкис, блядь, Форкис тоже ластом всегда остается, блядь, что с уаимом, нахуй, вот подскажите, как играть? Сука, не в обиду, брат, если что, если ты это смотришь, мало ли там, да? На нахуй, просто спина, блядь, ну я хуй знаю, тут у Дэвил отмена полная по ему, блядь, по тактике, хуй знает. О, кстати, легендарная тачка на провинции, сейчас ее, кстати, не убрали, не убрали, как они брали фургон на зоне. Хотя бы эту тачку оставил, какая-то, знаете, эмпатия была, как будто у разрабов к тачкам, хуй знает. Опять вот эта подсадка легендарная, нахуй, на поебалу, блядь, от мистя, блядь, мистя реально пиздат на имел. Вот посмотреть на им, блядь, Дэвил, и на им, блядь, мистя, сука, это просто небо и земля, хуй знает. И, ну тут без шанса, блядь, 8-0, блядь, алло, Дэвил, блядь, мистя, 13 на 1, 13 кд, блядь, форки съебаный, блядь, наркоман, 228 почти. Ой, пиздец, ладно, победа, 8-0. Эх, ладно. Эх, ладно. Обидно, конечно, разгром, просто 8-0, в салат. На хуле, на хуле делать. Ой, ладно, ребята, легендарные Дэвилки пиздец, я реально получил дозу дофамина сегодня. Было время, вот было же реально время раньше. Команда или снайпер, сдох, стрит-8, те самые, не те, которые сейчас, а те олдовые команды. Эх, зона, провинция старая. Скучаю, на самом деле, по этим картам и по тому времени, ребята. 4 на 4, боже, всё, я не могу, ну просто ностальгия пробирает, ладно. Ладно, короче, ребята, я надеюсь, вам понравился данный ролик. И вообще, я верю, и надеюсь, вам понравился этот формат ролика. Я тут не играл, не разыгрывал голду, не тратил. Я просто решил окунуться в старые добрые времена стендоффа и показать заодно это вам. Ставьте лайки, что ли, подписывайтесь на канал, и перед вами тут вышли два ролика. Обязательно нажмите на них, посмотрите, почему бы и нет. Ну а с вами был я, старый добрый джентльмен, самый, можно сказать, олдовый ютубер. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok